Добрый вечер! На часах 19.00 в прямом эфире седьмого канала новости. Меня зовут Светлана Овсянникова и коротко о главных событиях дня. Сгорел собор Парижской Богоматери, потушить его не могли больше 12 часов. А если бы сбрасывали воду, то, я так поняла, это невозможно было бы сохранить. Вода повредила бы эти конструкции. Как реагируют красноярцы на события во Франции? Закон об изоляции российского интернета приняли в третьем чтении, на что потратят бюджетные миллиарды. На Калинина избили оператора комплекса видеофиксации нарушений на дорогах, а саму камеру похитили. И день города, когда будем праздновать его в этом году. С событиями в Париже сегодня сочувствует вся мировая общественность. Накануне ночью страшный пожар охватил собор Парижской Богоматери. Один из самых значимых архитектурных памятников европейской культуры. Сейчас огонь удалось потушить, но он уничтожил две трети кровли шпили часы собора. В теме сегодня разбирался Денис Денисов. Денис, добрый вечер. Расскажи, как красноярцы реагируют на все то, что произошло? Спасибо, Света. В первую очередь, стоит сказать, что это очень драматическое событие не только для Франции, но, на мой взгляд, и для всего цивилизованного мира. Поскольку собор Парижской Богоматери – это один из тех памятников, которые свидетельствуют о великой создательной мощи всего человечества. Кстати, на месте сейчас находится Татьяна Волосных. Это бывшая жительница Красноярска, ныне парижанка. Она поделилась с нами небольшим видеосообщением о том, что сейчас происходит близ собора. Предлагаю его посмотреть. Это южный фасад храма, собор Парижской Богоматери. Утро. Очень много народа вокруг улицы отцеплены. Чувства очень смешанные. С одной стороны, хочется плакать по тому, чего уже нет. И радоваться, потому что все-таки сохранили. Очень много пожарных на Натердаме до сих пор. Они работали в башнях. Храбрые люди. Слава Богу, никто не пострадал. Несмотря на то, что каркас здания уцелел, камень все еще горячий. И парижане опасаются новых возгораний. Ну и вероятность обрушения острова все еще очень высока. Кстати, именно по этой причине пожар было невозможно тушить при помощи авиации, поскольку масса воды просто обрушила бы оставшийся каркас. Тем не менее, некоторые набережные острова Сите уже открыты. Там устраиваются настоящие паломничества. Почему? Мы попросили рассказать нашу коллегу Елену Якунину, главного редактора газеты «Русский очевидец» в Париже. Вот как она сейчас описывает атмосферу, которая царит на улицах Парижа. Очень многие сегодня с утра, отправляясь на работу, проходили мимо специально, кто там мог на велосипедах, кто пешком. Потому что люди все говорили, что они боялись вчера ночью засыпать, чтобы сегодня утром, проснувшись, не увидеть, что, не узнать, что Нотр-Дама больше нету. Вот какое-то такое было всеобщее чувство. И поэтому стремятся мимо пройти и увидеть, что Нотр-Дам стоит, что все пока нормально. Остов уцелел. На место пожара уже дважды приезжал президент Франции Макрон. Он пообещал, что собор непременно будет восстановлен. Правда, по оценкам специалистов, это может занять от пяти до десяти лет. Президент Франции попросил общественность как-то посодействовать восстановлению собора. Речь идет не столько о деньгах, сколько о специалистах, которые могли бы заняться столь сложной реконструкцией. Многие уже откликнулись, в том числе и президент Путин предложил выслать в Францию наших отечественных специалистов. И, конечно же, с особыми чувствами за пожаром следили католики, в том числе и красноярские. Как нам рассказал сегодня отец Дариуш, настоятель католического прихода Красноярска, сейчас католики празднуют Страстную неделю. И сегодня во время одной из месс он сказал, что они все вдруг осознали, что вот парижанам в этот момент сейчас эту мессу служить попросту негде. Давайте послушаем его комментарий. И всегда есть вопрос, почему? Почему горит храм? Ну, это, конечно, большой вопрос не только для прихожан Парижа, но для прихожан вообще всех христианских конфессий. Потому что если горит храм, это что-то значит, да? Обычно что-то значит. Кстати, уже много веков в стенах собора хранился терновый венец, который, как считается, принадлежал самому Иисусу Христу. Это невероятно почитаемая реликвия не только в католическом, но и православном мире. Так что ее утеря могла бы быть, ну, просто невозвратной потерей для всего мирового христианства. К счастью, венец, как множество других сокровищ, удалось вовремя эвакуировать из горящего собора. Это событие теперь еще и печальным образом рифмуется с новым проектом красноярского художника Василия Слонова, который создал коллекцию скульптур из огнетушителей. Мы уже рассказывали о том, что на ее создание вдохновил его параш в Бразильском национальном музее, который полностью уничтожил здание вместе с 20 миллионами экспонатов. Ну, и выставка «Пожарт» еще толком не открылась, но уже приобретает какие-то новые коннотации и становится еще более актуальной. Давайте послушаем комментарий художника по поводу пожара в Париже. Насколько хрупкой является человеческая жизнь и насколько хрупким является культурное пространство, которое нас окружает. Мы можем незаметно по одному щелчку его потерять. И это должно навевать такие мысли, что не нужно тратить силы на сбережения. Нужна, скажем, та же техника безопасности. Это не просто набор фраз. Это некая инструкция, написанная кровью и пеплом. Стоит сказать, что вместе с новостями о пожаре информационное поле наводнили и различные спекуляции по поводу его причин. Называются самые невероятные. От мести желтых жилетов до террористического акта со стороны исламистов. Но Франция ни одну из этих причин не подтверждает. Впрочем, официальных тоже пока не называют. Известно лишь то, что огонь начал распространяться из того участка собора, где на тот момент велась реставрация. К слову о жертвах. Никто из людей не пострадал, с исключением одного из пожарных. Он получил легкие ожоги. Но сейчас его жизни ничего не угрожает. Света, на этом у меня все. Спасибо, Денис. Радует, что никто не пострадал. Напомню, это был мой коллега Денис Денисов. А теперь о том, что ежегодно горит у нас в крае. Это лес. Счетная палата Красноярска считает, что чиновники неэффективно расходуют средства, которые предназначены для тушения лесных пожаров. Аудиторы говорят, денег на спасение ценных пород деревьев каждый год выделяют все больше. А толку от этого мало. Что отвечают в Министерстве лесного хозяйства? Об этом в сюжете далее. В огне сотни гектаров леса. Это кадры прошлого лета. Июль 2017-го мало чем отличался. Каждый год лесные пожары в крае превращают тайгу в огромный горящий котел. Каждый год во время лесных пожаров над городом висит плотная дымка. Вредных газов, как говорят специалисты, в ней нет, потому как очаги возгорания расположены далеко. Зато есть продукты горения. Так, например, мелкодисперсная пыль без труда доходит до Красноярска. И нам с вами уже ничего не остается, как всем этим дышать. Вопросом, насколько качественно в нашем крае тушат пожары, заинтересовались аудиторы счетной палаты. Вместе с ФСБ они проанализировали, как ликвидировали и мониторили возгорание в 2018 году. Оказалось, на борьбу с огнем потратили миллиард триста миллионов рублей. Это на треть больше, чем в 2017-м. При этом площадь пожаров – миллион шестьсот гектаров. В три раза больше, чем в том же 2017-м. Вывод – чиновники Министерства лесного хозяйства ненадлежащим образом исполняют свои обязанности. Мы обращаем внимание вот на что. Количество площадей, на которых возникали пожары, она увеличилась. Количество средств, которые мы потратили, они тоже были увеличены. Хотелось бы видеть, конечно, лучшие результаты. Если на все тратится гораздо больше денег, хотелось бы видеть и количество пожаров, которые должны уменьшаться, но и количество площадей, которые не должны гореть. В Министерстве лесного хозяйства объясняют, до конца не понимают, как сотрудники счетной палаты края пришли к выводу о их неэффективности. В прошлом году ведомство проверял Россельхоз. Наоборот, отметил высокий уровень организации работы. А в том, что несмотря на увеличение финансирования, серьезно увеличилась и площадь пожаров, по большей части виновата погода. В 2018-м было много сухих гроз. Пожароопасный сезон длился 201 день. Природная аномалия, мы не в силах этому как-то урегулировать, сократить их количество. Наша задача оперативно их обнаружить в первый день и приступить к тушению также в первый день, что нами и предпринимается. И не допустить основного перехода огня с лесных участков на объекты жизнедеятельности и экономики. Это основная задача, которая была выполнена лесопожарным центром. Также аудиторы счетной палаты выявили, что министерство нарушало закон о закупках. Некоторые авиакомпании необоснованно завышали цены. Материалы своей проверки специалисты передали правоохранительным органам. Сейчас по ним ведется проверка. Светлана Овсянникова, Валерий Чащин, Дмитрий Комаров, Седьмой канал. Ну а если у вас есть свои новости, отправляйте сообщения на Вайбер или Ватсап Седьмого канала. Номер телефона плюс 7 391 2 900 333. Мы постараемся помочь. Трое мужчин, которые сбежали из изоляторов Туве, до сих пор на свободе. Полиция сдержала шестерых беглецов. Их обнаружили на востоке республики, причем возле разных населенных пунктов. Напомним, 14 апреля двое заключенных ранили дежурного сотрудника и открыли другие камеры. Работников изолятора уволят, если докажут их вину в побеге. О других новостях в двух словах расскажем далее. В Красноярске избили оператора дорожной камеры ГИБДД. Само оборудование стоимостью 2,5 миллиона рублей злоумышленники унесли с собой, но плохо спрятались. Их машину обнаружили в соседнем дворе. Свой поступок нетрезвые мужчины объяснили так, не положено ему на районе снимать. Ранее они уже не раз нарушали закон. Пять аэропортов Красноярского края стали федеральными. Распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Это решение поможет сохранить северный аэродром и остановить рост цен на билеты. Работу воздушных гаваней будут субсидировать из федерального бюджета. Тигр из Роева ручья предсказал итоги второго тура выборов в Украине. Перед хищником поставили две одинаковые коробки с мясом, отличались они только портретами кандидатов. Тигр долго не мог определиться, поочередно обнюхивал оба ящика и все-таки проголосовал за Владимира Зеленского. Исход первого тура выборов в зоопарке предсказывали медведи. Они не ошиблись, указали на Порошенко и Зеленского. На Калинино снесли заборы, которые установили к универсиаде. Местные жители недовольны, ограждение спасали от шума и грязи. Тем временем на СФУ студенты от заборов пытаются избавиться уже месяц. Руководство университета отказывает. Почему ограждение и их отсутствие становятся для горожан проблемой, расскажет Денис Козлов. Шум, пыль и грязь. От всего этого жители улицы Калинино спасали заборы, которые установили прямо перед универсиадой. Теперь от них остались только пеньки металлических оснований. Как теперь живется без забора, который немного, но делал воздух чище, а сон крепче, администрация у местных жителей не спрашивает. Видимо ограждение ставили вовсе не для удобства горожан, а чтобы скрыть разруху перед универсиадой. Гости уехали, прятать нечего. И теперь там, где забор действительно нужен, его убирают. Почему было принято решение демонтировать ограждение на данном участке? Первая причина это сильные ветровые нагрузки. И вторая причина это то, что, ну скажем так, некоторые недобросовестные граждане решили, что это ограждение новое, видимо то место, куда можно, как говорится, под заборчик бросить мусор. Сломанный забор заменят, но когда в администрации не уточняют. Перемещаемся на свободный. Тут все с точностью, да наоборот. Студенты просят убрать ограждение вокруг СФУ. На их стороне и кадастровые инженеры. Говорят, эти заборы не объект недвижимости, а значит сооружение временное. Но в мэрии считают по-другому. Снести по закону нельзя. Каждый периметр безопасности это объект капитального строительства. Ну, во-первых, на него сохраняются гарантийные обязательства, о чем говорили руководители этих объектов. То есть он создан как объект. Замкнутый круг, выйти из которого вряд ли скоро получится. Студенты тем временем собирают подписи. Их уже больше тысячи. Обстановка тоталитарная у нас в университете стала. Ты не можешь спокойно выйти в магазин сходить. Ты не можешь спокойно выйти сходить на остановку. Повсюду камеры, повсюду заборы. Заборы эти действительно напоминают ограждение мест не столь отдаленных. Когда же студенты начали выкладывать сеть фотографий с хэштегом «Мама, я учусь в тюрьме». Такой вот круговорот заборов. Пока одни тщетно воюют с ограждениями, другим приходится ждать, пока их вернут обратно. Денис Козлов, Владимир Фетисов, Седьмой канал. Законопроект об изоляции российского интернета принялась сегодня Госдума в третьем заключительном чтении. За документ проголосовали 307 депутатов против 68. Напомним, по задумке авторов, в России создадут инфраструктуру, которая должна обеспечить работоспособность российского интернета, даже если зарубежные серверы отключат отечественных пользователей от мировой сети. Закон вступит в силу уже в ноябре. На его реализацию понадобятся десятки миллиардов рублей, но траты депутатов не пугают. Речь идет о порядке 20-30 миллиардов всего на обеспечение стабильной работы, в случае воздействия таких угроз в целом. Можно ли, как вы считаете, сравнивать эти цифры с точки зрения тех рисков, которые несет экономика, а особенно цифровая экономика? Также запрещенный контент теперь будет блокировать Роскомнобзор, а не интернет-операторы. По сути, власти сами будут решать, какую информацию можно размещать в сети. Я за то, чтобы была проверена информация в интернете, а не так кто-то захотел, просто какую-то сплетню вьет и начинает полоскать людей. Я это проходила, лично я, на себе. Я за достоверную информацию, только за достоверную. Но вот эксперты считают, что закон о суверенном интернете создан вовсе не для информационной безопасности россиян. Это просто повод ввести цифровую цензуру. У закона явно есть крен в сторону цензурирования, возможности отрубить весь западный интернет. Тем не менее, вот эти вот все искусственные барьеры, которые создаются сейчас властями, они работают значительно хуже, чем естественные барьеры. Дело в том, что в нашей стране очень малое количество людей владеют иностранными языками, могут свободно читать какую-то информацию западную, а цензурироваться будут свои. Жители Солнечного уже несколько лет не могут добиться постройки школы и детского сада возле их домов. Застройщик работы даже не начинал и пока ограничивается одними обещаниями. На место сегодня приехала специальная комиссия из депутатов и чиновников. Как власти будут решать проблему и почему сделать все по закону сложно, расскажет Денис Козлов. Детям нашим просто некуда ходить. У нас нету своей школы, которую нам обещали, нету детского сада. Уже 4 года Ксения живет в новостройке микрорайона Солнечный. Застройщик обещал, пара лет детские сады, школы, все построят. Уже в сентябре старшему ребенку пора идти в первый класс. Младшему через год-два в детский сад. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Вместо учебных заведений – пустырь. У нас есть вариант. Это выходить или наверх солнечного, это более полутора километров. Причем там довольно-таки опасно в перекрестке переходить. Одного ребенка это просто очень опасно отпускать. Нехватка детских садов довольно-таки острая. Многие их детей отправляют или в северную, или в зеленую рощу. Фактически нашей проблемой никто не хочет заниматься. Люди отчаялись, говорят, что готовы идти на крайние меры. Без школы и детских садов здесь, по сути, два десятка новостроек. И нужда в них такова, что люди даже собираются выйти на митинг 20 апреля. Вот на каждом подъезде висят такие вот объявления. В администрации и горсовете уверяют, что о проблеме знают давно. Застройщик тянет не только со школы. Детсад предприниматели отказались строить в принципе. Теперь возводить все это придется властям. Мы, собственно говоря, ждем проекта планировки данного района, который послужит основой для того, чтобы в отношении детского садика забрать землю у компании «Альфа», поскольку она не выполняет свои обязательства по строительству детского сада. Причем подобные ситуации сейчас практически в каждом новом микрорайоне. Только когда уже яблоку упасть негде, власти констатируют, социальной инфраструктуры либо нет, либо ее в принципе возводить негде. Вы посмотрите Южный берег, вы посмотрите Зеленый городок мы были, вы посмотрите Образцово. Когда люди приходят, им рисуют эту картинку, но это не проект планировки даже. Это даже просто картинка. Например, для меня Южный берег. Все застроено, для школы мест нет. Как выяснилось сейчас, тоже не факт, что даже на этой насыпи анатеретически будет. В администрации города просто должны исходить, что сначала дороги, социальная инфраструктура, а потом лучше строительство, разрешение на строительство. В администрации говорят, что с проблемой пытаются бороться. Чиновники даже внесли изменения в градостроительный кодекс. С 2017-го в проекте планировки микрорайона сразу должна быть школа и детсад. Раньше это было не обязательно. Вот и получается, тем, кто живет в домах старше 2017-го, придется ждать, пока социальные объекты появятся сначала на бумаге. Потом землю надо изъять у застройщика, затем только готовить документы, для того, чтобы строить силами самих властей. Процесс долгий. Появится планировочная документация, даст нам возможность обратиться с заявкой в местный бюджет на появление средств на проектирование объектов образования здесь. Будут заложены средства, начнем приступим к проектированию, к экспортированию. Очевидно, в случае благоприятного исхода, в следующий год мы будем иметь проектную документацию. Дальше будем обращаться с заявкой в высшестоящий бюджет о финансировании этих объектов. Выходит, что жителям Солнечного, что горожанам в других микрорайонах только подписи с разрешением на постройку ждать нужно будет год. Еще столько же будут возводить здания. Поэтому в ближайшие пару лет школа и детсад в шаговой доступности для жителей новостроек останутся мечтой. Денис Козлов, Илья Сенкевич, 7 канал. Из-за новых правил долевого строительства недвижимость может подорожать. Напомним, с 1 июля каждый застройщик должен иметь так называемый экскроу-счет. На нем будут храниться деньги дольщиков, и получить их компания сможет только после сдачи объекта. А значит, средства будет нельзя привлечь во время его возведения, поэтому застройщикам придется брать деньги у банков под проценты, а также нести дополнительные расходы по содержанию дома. Некоторые красноярские компании, например, «Монолит Холдинг», уже начали свою реструктуризацию под новый закон. По предварительным прогнозам их экспертов, это приравняет стоимость долевой квартиры к рыночной цене. Если мы смотрим только расходный метод, то, естественно, расходы у застройщиков увеличиваются, и нужно это компенсировать соответствующая выручка. Сказать, что она подешевеет, я точно не могу. Вероятнее всего, схема действительно усложняется, как минимум еще одним приходом в один орган, это в банк, в котором будут открыты счета экскроу. 12 дней будут отмечать в Красноярске День города. Распоряжение подписал мэр Сергей Еремин. К 24 мая Красноярск должен быть готов к празднику. Начнутся мероприятия 1 июня, основное торжество совпадет с официальным выходным днем России. Это будет среда, Красноярск отметит 391 день рождения. Напомню, в прошлый, юбилейный день города, праздник прошел в два этапа в июне и августе. Как повысить среднюю продолжительность жизни в крае, обсуждали сегодня на губернаторском совете по здравоохранению. Изменения коснутся каждого города и поселка края. Подробности у Елены Саткеевой. Вопросы только комплексно решаются. Невозможно решить сверху или снизу. Это большой совместный вопрос, который надо решать. Десятки глав районов и городов в Большом зале правительства обсуждают дальнейшую судьбу здравоохранения края. Руководители рассказывают, как обстоят дела в их территориях. Мы работаем сейчас с правительством Красноярского края. Активно стараемся, чтобы обратили внимание на необходимость ремонта хирургического отделения в районной больнице Труханска. На возможность в перспективе строительства или ремонта терапевтического отделения. На текущий год запланировано строительство трех фапов. Все работы ведутся в рамках национального проекта здравоохранения. Наш край получил больше 22 миллиардов рублей на реализацию различных инициатив в ближайшие шесть лет. Сегодня губернатор Александр Ус обозначил первоочередные задачи для воплощения проектов. Речь идет прежде всего об онкологических заболеваниях. Это очень острая тема. А также сердечно-сосудистые заболевания и смертность, связанная с ними. Ну и, конечно, одним из важнейших наших приоритетов является детское здравоохранение. К 2024 году в крае планируют снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний до 450 случаев на 100 тысяч человек. От онкологии до 221 случая. А также сократить младенческую смертность до 4,7. Сейчас эти показатели составляют 588,7, 233,8 и 5,8 соответственно. Помимо этого президент Владимир Путин обязал глав регионов до конца следующего года обеспечить полноценное медобслуживание в каждом городе и даже селе. В реализации проектов примут участие районные и красноярские медицинские учреждения, в том числе крупные краевые клиники. Это федеральный кардиоцентр, краевая клиническая больница, онкодиспансер и БСМП. Несмотря на то, что эти клиники уже сегодня считаются одними из самых развитых в крае, их будут продолжать модернизировать, например, внедрять новые методы лечения, а также обновлять техническую базу. Уже в этом году в 15 районах края построят 27 новых фельдшерско-акушерских пунктов и приобретут 35 передвижных медицинских комплексов. Также медучреждения примут множество новых сотрудников и цифровизируют работу клиник. Елена Саткеева, Владимир Фетисов, Седьмой канал. Большое поступление мужских и женских курток. На женские скидка 20%. Спонсор прогноза погоды – компания «Эконом-мебель». В апреле еще больше мебели в магазинах «Эконом-мебель». Экономьте на цене, не экономя на качестве. Компания «Эконом-мебель» приглашает красноярцев и гостей города за отличной мебелью на проспект Красноярский рабочий 27. Торговый комплекс «Мега». Мебель ведущих российских фабрик по низким ценам. Доставка по городу и краю. Экономьте на цене, не экономя на качестве. И теперь информация о погоде. В среду, 17 апреля в Красноярске переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 4, днем плюс 10. К этой минуте у нас все сообщения. В студии для вас работала Светлана Овсянникова. Всего вам доброго и хорошего вечера.